Рекламно-информационная программа. Рекламно-информационная программа. Рекламно-информационная программа. Спасибо. В репертуаре группы «Ктору Робонакруча» как много композиций, посвященных женщине? Все? Конечно, все. Смысл кому-то другому посвящать. Давайте, мы с удовольствием, наши слушатели, я думаю, тоже с удовольствием. У нас есть звук вообще? Да. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре. Если захотеть зимой узнать, Можно в космос полететь и не узнать. Можно просто утонуть в твоих глазах. Только чуточку рискнуть, ты как? Я за глаза, 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 глаза слыша. Глаза, 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 глаза видя. Назад вернись, вернись назад, слышишь? Мои глаза, глаза тебя просят. Через несколько минут под стук шагов. Я забуду, как зовут мою любовь. Захотела и сама забыла все. Ей нет дела, кутерьма ее несет. Нам друг друга не понять, Словно птицы мы твы. Продолжаем говорить небы лицами. Продолжаем улетать за семь морей, Вереницами, но останутся сиять. Смотри, скорей под ресницами. Глаза, 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 глаза слыша. Глаза, 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 глаза видя. Назад вернись, вернись назад, слышишь? Мои глаза, глаза тебя просят. Мои глаза, глаза тебя знают. Мои глаза, глаза тебя любят. Они хотят, хотят твоих писем. И не хотят чужих других песен. Я не удержался, я тоже гитару взял. Я смотрю, откуда блюз пошел в этой песне. Надеюсь, мне не помешало. А я вот как-то, да, все из 90-х. Все из 90-х, да. Макс Иванов, Алексей Пяткин. Троба на круче. Давайте о завтрашнем концерте немножко еще поговорим. Ну, да, в Кирове давно не было большого клубного такого концерта. Больше года. И, конечно же, вот эта специальная программа наша весенняя, которая, собственно, и весенняя, и зимняя. Потому что у нас зимнего большого концерта тоже не было. Поэтому все вот самое лучшее. И так на стыке зимы и весны, вот на этих ощущениях, вот такая программа подобрана, такой плейлист. Я надеюсь, что все получат, что хотят от этого концерта. Уже из проверенного временем, да, будет звучать. Ну, композиции, которые еще не записаны и будут планироваться в новый альбом, тоже будут звучать, конечно, на этом концерте. Так что охват широк. Все это напоминаемо в Гауди, завтра начало в... Восемнадцать тридцать. Восемнадцать тридцать, собственно, да. Вы сейчас активно ведь гастролируете. По мере сил график такой насыщенный достаточно. Да, ну, у меня был акустический сейчас большой выезд. Я ездил с гитарой и, так сказать, представлял альбом Иванова детства в разных городах от Урала до Владивостока. Ну, а во втором отделении пел, конечно же, всеми любимые песни группы «Торбонакручье». И, соответственно, призывал людей, рассказывал о том, что у нас происходит и планируется. И призывал людей на встречи, также в большом гастрольном туре «Торбонакручье» на будущий год, который у нас юбилейный год, нам 20 лет очень исполняется, и мы вот планируем большой тур. По России или за рубеж? По России, конечно, конечно. За рубеж не рассматривайте пока. Ну, мы рассматриваем все. Но пока планы строим, конечно, по городам в нашей стране. Как это вообще обычно бывает? Напомните, вас приглашают, да, ведь? Ну, без приглашения. С представителем группы связываются. Естественно, да. Ну, вот у нас есть наш менеджер Лиза, и она отвечает на звонки, на письма во всех соцсетях, собственно, общается с очень большим количеством людей и строит логистику наших выездов. Кирову особое все-таки отношение, особое чувство. Ну, конечно, это же Родина. Родина. Много друзей придет. Всегда. На этот концерт. Да, у нас друзьями славится наш город. В ближайшее время, я знаю, смотрел в группе ВКонтакте, такая широкая достаточно география путешествий. Как вообще поддерживаете, справляетесь с таким ритмом жизни? Все время в дороге, все время в пути, смена часовых поясов и так далее. Ну, любовь. Любовь. Да, помогает. Внутри огонь. Если в целом сейчас описать, что с группой происходит, это, не знаю, это еще первое дыхание, второе дыхание, третье дыхание. Вечное дыхание. Да, перерождение, обновление. Я думаю, что это вечная молодость. Вечная молодость. Вот такая, блин, вечная молодость. Ну, как пел такой и поет Чиж, так сказать, наверное, не знаю. Это вспомнить 90-е называется. Кстати, тоже житель Питера. Да, вроде как. Так, я предлагаю напомнить, что у нас есть в розыгрыше, да, Николай? Или мы прервемся, Денис Князев? Мы прервемся, давайте все-таки мы прервемся. Прервемся потом. Да, потом напомним, будем задавать вам вопросы, наши слушатели 211-101, напоминаю номер нашего телефона. В том числе у вас будет возможность выиграть пригласительный на завтрашний концерт Торбы на круче в Гауде. Ну, небольшая пауза. Культ походу. Музыкальная комедия в двух действиях в 17.00 ограничения 6+. Ну и воскресенье такой утренний детский спектаклик «Все можно или как прожить без взрослых» в 11.00 ограничения 6+. Это драматический театр в Театре на Спасской 16 марта в 18.00, в 18 вечером, да? Маугли «Сказка рассказана на ночь» 8+. Несколько книжек у нас еще есть в розыгрыше. «Джордж Фрейзер», «Флэшман и дракон», «Карен Прайер», «Наричите на собаку», «Леонид Ляшенко», «Декабристые народники», «Лига адресировки людей». «Судьбы и драмы русских революционеров», серия «Всемирная история». Еще это все благодаря «Читай городу». Мы разыгрываем спасибо этому магазину, торговый центр с театрой, торговый центр Крым. Вы там можете найти книжку по душе. И еще одна книжка «Читай город» у нас есть. Называется она «Друг познается в еде». Там просто уникальные авторы. Инна Метельская-Шереметьева и Сусанна Никитина «Юнгблюд». Книга, причем, с автографами авторов множеством прекрасных рецептов. Кулинарная книжка. Кроме того, есть пригласилка Дмитрия Шеляева в «Галерию прогресса». Там изумительная выставка. И к Наталье Пышко. Да, и к Наталье Пышко на выставку современной финской фотографии. Идем, идем. Да, конечно. «Мустальма». Это очень крутая реальная выставка. Ограничения 6+, всего лишь так, что можно всей семьей. Так, киношку у нас уже разобрали. Это вас-то и читай. Да. Коллектив из столицы «Джаз Вайпс». Вайпс. Вайпс, да. Да, да. Ну, соответственно, джаз будут исполнять люди. Ну, давай я просто посчитаю концовку. Молодые амбициозные музыканты, виртуозно исполняющие нестареющую джазовую классику 40-х-60-х прошлого века. Почувствуйте вибрации традиционного джаза, как будто 40-е в этом веке уже были. Да, вот мне всегда нравится оговор. Да. 40-е годы прошлого века. Как вам, уважаемые музыканты джаз 40-х-60-х? Мы на все, что у вас разыгрывается, на все эти выставки, на все концерты уже хотим сразу же. Вот тогда отвечайте на наши вопросы, да? Может быть, да, и что-нибудь получится, может быть. Хорошо. Нам надо вопрос самим задать, мне кажется, да? Для начала, чтобы мы тоже могли что-нибудь получить. Да. Нет, ну, наши слушатели в приоритете все-таки. Да я ж, вы еще. Давайте зададим нашим слушателям вопрос. Давай, Лешка, задавай. 211-101. Вопрос очень сложный. Нужно сказать, в какой тональности играется песня «Непсих»? Песня, соответственно, группы «Торбо не круче». «Торбо не круче». «Торбо не круче». Может, варианты дадим? «Торбо не круче». Два неправильных, один правильный. Да, ну, могу дать такую подсказку. В Ленинграде-городе есть еще такая группа с таким названием «Телеканал». Ну, ты все. Что-то не легче стало. Ну, можно, в принципе, поискать, погуглить «Питерский телеканал», а там глядишься догадаться. Конечно. Ну, давайте подскажем какую-то тональность. Минорная или мажорная? Ну, песню «Псих», если послушать, сразу понятно, что невеселая песня. Невеселая, значит, минорная. Логично. Значит, вторая буква маленькая будет «М». Отсказочка. А первую не подскажу. Я просто не знаю. Ну что, давайте гадать вместе 211 с 101. А, сколько, да. Кто отгадает, тот услышит эту песню на концерте. Да. В общем, тональность минорная, всего тональностей не так уж и много. Не так и много. Не? Мало. Мало. Не хватает все время тональностей. Черт возьми, опять не хватило тональности, да? Все бы было классно, не хватило. А, кстати, ну, Макс не только играет, но и вокалист, собственно, да? Это та самая тональность? Нет. Нет? А, кстати, может, на слух проверим? Ну, это у нас роминор звучит. Правильно. Да. Молодец. ДМ, то есть. ДМ, да. И мы эту тональность сейчас вам споем тогда песню. Хорошо. Поехали тогда песню, а торгу накручу. Я вновь теряю рассудок. Я слышу, как пишут драконы. Я вижу черные крылья, я чую адский огонь. Возьми все, что захочешь, дракон, но делу мою не тронь. Оставь эту девочку мне. Я все сделаю сам. Часы призывают к войне. Я не верю часам. Часы мне трудят о войне. Я ломаю часы. Оставь эту девочку мне. У нее под сердцем мой сын. У нее под сердцем мой сын. Я вновь теряю рассудок. Я слышу, как дышат драконы. Дышат драконы. Турбонакручим. Макс Иванов. Алексей Пяткин. Мы задавали вопрос. Есть у нас звонок? Да, был звонок у нас. В какой тональности? Специфический профессиональный музыкальный вопрос. В какой тональности? Алло, добрый день. Вы в эфире? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна Розникова, Татьяна, с 8 марта. Спасибо, еще раз. А, вы звонили уже? А, ну еще раз, еще приятно. А, в первом части вы нам дозвонились, да. Да, да, да. Но очень хочу услышать Макса. Здравствуйте, я вас слушаю. С праздником. Да, еще раз. С праздником. Да, третий раз. Вам привет большой. Отмените геннази. Спасибо, спасибо. Да, очень приятно. Ну, я не музыкант, поэтому вот все, что пришло на ум, ми минор. Ми минор. Ну, это неправильный ответ относительно этой песни. Но все равно спасибо. Ну, поставьте этот аккорд, господи, этот анализ. Легендарный, проверенный всеми рук музыкантами ля минор. Ну, мне почему-то показалось, что Леня на Аркельском простой билет. Ну, такой уж Леша вопрос придумал. Да, 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 да. Ну, в честь праздника мы все равно вас приглашаем на нас к концерт. Это будет очень приятно. Пойдете на концерт, Орбы? Обязательно, я хочу пойти. Все отлично. Все отлично. И когда и трубочку вам расскажут, как получить это. Кстати, сколько мы можем разыграть билетов? Давайте еще. Сколько угодно. То есть еще можем разыграть. Можем, да, только надо еще вопрос новый придумать, да? Раз уже ответ прозвучал в эфире. Но давайте тогда такой вопрос. Для тех, кто внимательно следил за анонсами этого концерта, наверное, труда не составит ответить. В общем, какие три инструмента привез лично я, Максим Иванов, в Киров и планирую задействовать все три на этом концерте, завтрашнем. То есть на каких трех инструментах будет играть Макс Иванов на завтрашнем концерте, скажем так? Один из инструментов сейчас в руках у Максима? Да. Уже проще. Вы про болгарку, что ли? Уже про болгарку. Болгарку тоже привез, да? Аргонная сварка. 211-101. Ну, тут, видимо, нужно вспомнить образование, обучение. Тем более, тут у нас в соцсетях сейчас очень активно печатаются фотографии, вот 90-х годов. Там глянул, сразу видно все, все инструменты в руках. Это правда. Гуглите, Макс Иванов, инструменты, фото. Да, и название. Это обязательно фото еще указывает. А вот так по буквам понять невозможно, если написано буквами. А я часто так делаю. Фото сразу, картинку увидишь, и все понятно. Все-таки, что будет звать? Электрика завтра или акустика будет? Электрический концерт. Электрический, да? Громкий концерт. Электрика. То есть все всерьез. Где ребята-то остальные из группы? А вот они в данный момент как раз приехали в город, и наш организатор Денис Репин их встречает. И готовится большая пресс-конференция, которая сегодня состоится здесь, в Кирове. Для прессы, собственно, да? Ну, пресс-конференция, да. Для свершников. Логично. Логично, логично, да. Да нет, я знаю, это могут любые люди попасть, бывает, иногда делают. Ну, я про любых конкретно сегодня не знаю, но знает Денис Репин, он во всех соцсетях тоже активно отвечает на все вопросы, так что если кто-то заинтересуется, можно там ему написать. Концерт будет каким-то образом построен, как-то логика какая-то будет, да, исполнение композиций. А посыл-то какой все равно? Главная-то мысль какая-то. Позитивней. Позитивней. Все к весне. Весна. Да. Женщины. Любовь. Очень угрозно. Я даже задумался, да? Я вспомнил фразу, помнишь, старую из этого, из концерта Барсовского? Любовь, любовь, любовь. Эти три понятия. Счастье вам в личной и семейной жизни. Или как пела светская песня, радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдут в перекрестку, любовь и жена. Ребята, сейчас уже тосты пошли, понимаете? Ну, конечно, пять звездочек. Сколько песен-то прозвучит? Уже сет-лист сформирован. Ну, больше двадцати. Больше двадцати, да. Причем больше двух часов получается. Ну, около такого примерно времени будет длиться. Публика всегда неизменно тепло встречает вот этих концертов в последнее время. Вообще, кто есть публика группы Турбонакротч? Что это за люди? От мала до велика, на самом деле. Сейчас уже дети, которым лет по 16-19 приводят родителей, а родители, которым по 35, тоже приводят своих детей. То есть уже совершенно стерлись грани какие-то возрастные. Так что... Тем более ограничения 6+. Уже можно, по-моему, внуков скоро водить будут. А я не в курсе про наши ограничения, но мы не используем ницензурную лексику в песнях. Поэтому, по-моему... Вы-то вытравили у артистов. Ну, мы знаем артистов, у которых не вытравить. А, не вытравить? Нет, конечно. А, ну вот. Коллеги по цеху из Питера, да? В разных городах. Девчонок-то много молодых симпатичных на концертах? Я не успеваю посмотреть именно в зал, потому что если я начинаю глаза открывать и смотреть конкретно на людей и людям в глаза, я могу потеряться, выпасть из песни, забыть слова и так далее. Поэтому чаще всего сконцентрирован именно внутри, на процессе творческом. Но, на самом деле, конечно, много. Я знаю наших друзей, которые специально ходят на... Ну, приятелей там их немало, которые ходят на наши концерты, потому что именно очень много красивых девчонок приходит на нас. Это, да, забавнее. Так если попытаться разобраться, там, сколько семей вы создали за время своего существования, наверное, дофига. Есть такая радость. Мы напоминаем вопрос от Макса Иванова. Какие два инструмента, кроме гитары, которые у него сейчас в руках? Какие он будет использовать на своем концерте 9 марта? Я правильно переспросил? В принципе, да. Есть звонок, Кулаченко? Упростил немножко. Нету звонок? Ну, хорошо, давайте подскажем, ну, какого рода инструменты? К чему они относятся? Духовой инструмент, струнный инструмент. Ну, да, давайте подскажем, это все струнные инструменты. Это все струнные инструменты. Да, все струнные инструменты. Ну, просто вот сейчас у меня в руках акустическая гитара, а если завтра концерт электрический, какой же может быть еще у меня инструмент? Какой же еще струнный инструмент может быть? Еще струнный третий инструмент. Я бы даже сказал, шестиструнный инструмент. Да, шестиструнный. А следующий, по-моему, четырехструнный, да? А вот и нет. Нет? Там тоже уже сейчас изменения какие-то? Изменения произошли, да. Вот тут и кроется... Это подвох. Это подвох. Ну, название такое уж, Пирм, да? Похоже. Похоже. 211-101. Короче, мы всех окончательно запутали, Володя. Лучше бы мы не подсказывали, да? Да, ребята, я бы сам уже не ответил на вопрос после такого количества подсказок. Давайте песню. Давайте, споем еще одну песню. Или звонок есть. Превратный стих. Ладно. Давайте, давайте. Давайте. Не плачь, мой любимый палач. Ты впредь сможешь убивать меня на расстоянии. И я, как футбольный мяч, Что послал Леонель в небеса, Лети до свидания. Лети до свидания. До свидания. Мой идеальный спутник, Мой персональный ад. Я знаю, про такое не говорят. Чёрные дыры в небе, В самом безумном есть. Ты там живешь, Пока я жду тебя здесь. Не плачь, Мой самый лучший друг. Всё так красиво, Так стремительно, Так токко. Вселенная разлуха, В себе носила Долгожданного ребёнка. Наше счастье, Наше счастье, Мой идеальный спутник, Мой персональный ад. Я знаю, про такое не говорят. Чёрные дыры в небе, В самом прекрасном есть. Я там живу, Пока ты ждёшь меня здесь. Субтитры назвал DimaTorzok Мой идеальный спутник Мой персональный ад Я знаю, про такое не говорят Чёрные дыры в небе В самом безумном есть Я там живу, пока ты ждёшь меня здесь Я там тебя жду, пока ты ждёшь меня здесь Я там тебя жду, пока ты не ждёшь меня Я там тебя жду, пока ты ждёшь меня здесь Это надо мужиков пинать Ну-ка, давай, звони, выиграй что-нибудь хорошее Нет, не считаете так? Нет Ну хорошо Правильно, всё сами могут сделать Итак, привёз, значит, Макс Иванов с собой Акустическую гитару Продолжайте Электрическую гитару Правильно И альт И этот тоже Правильно Электрический Сколько струнг-то у электронных Полное попадание Теперь пять Теперь пять А куда? Не следим мы за миром А там Добавлена струна Низкая или высокая? У альта, в принципе, низкая струна В отличие от скрипки Её есть струна до-внизу Но нет струны ми А я заказал у мастера такой инструмент Который обладает всеми струнами И скрипичными, и альта-орками Универсальные инструменты Нет, ещё дело в том, что пять звёзд всё-таки лучше Чем четыре? Чем три Три звезды Елена, выбирай их подарок для себя А какие были подарки? Я, к сожалению, не сначала Вы можете сходить на концерт группы Торбона Круч Пойдёте завтра? Я уже иду на концерт А, вы уже идёте на концерт Здорово, спасибо Тогда вы можете ходить в театр В театр пойдёте? Пойду С удовольствием Есть Киров лес 9-го завтра Это как раз завтра Никак не получится Да, не получится 10-го марта есть Дядюшкин Сон Музыкальная комедия А 11-го марта Всё можно или как прожить без взрослых 16 плюс А в театре на Спасской 18.00 16 марта Сказка рассказана на ночь Или в скобках Маугли 8 плюс Да Пойдёте в театр Так, так, так Давайте 11-го 11-го Всё можно или как прожить без взрослых Да 11.00 Ограничение 6 плюс Хорошо А с лично Ну это для детей Да, видимо Для детей Для ребятишек Хорошо Всё, не кладите трубку Пообщайтесь с нашим редактором И вы поймёте Как можно, собственно Этот билет забрать Реклама у нас И скоро мы вернёмся Культ поход Я тут в перерыве Максиму Иванову задаю кучу музыкальных вопросов Не нравится Были случаи, когда придуманное, созданное на гитаре ребятам не понравилось Нет, что-то какая-то череда аккордов Какая-то Мы просто не делаем эти песни А, не делайте просто Их же песен много Поэтому я отчасти затеял проект Иванова детства Потому что, ну, песни не реализованы были Я понял, что я-то их слышу И уже они живут аранжированные теперь жизнью Напоминаем, что завтра Турбонакручев выступит в Гауде Начало концерта в 18.30 Мы ещё можем, да, разыграть? Да Да, ещё можем разыграть Пока говорили, что можно Да, у нас Мы пока один только разыграли, по-моему, ещё, да? Ну, да, в принципе Вопрос уже прозвучал Мы третий вопрос не придумали ещё А у нас есть тоже вопросы Сами зададим, что-нибудь А у нас тоже есть вопросы Мы сейчас другие группы послушаем Конечно, да Я всегда что-то спрашиваю Так вот, сегодня взял, подобрал там лист песен Посвящённых женщинам Да, вот до этого у нас там была Влюблённая женщина А что, 8 марта, что ли? 8 марта, да, вот, понимаешь, из-за этого всё А я думал, 23 февраля А сейчас, нет, вот, понимаешь, тоже вот И у Вальта уже пять струн И сегодня уже 8 марта Всё как-то вот в мире не так идёт совсем Вот И сейчас просто попрошу фрагмент песенки передать Которая в своё время была гимном Такого феминистического движения В Соединённых Штатах Америки, да? Какое-то время А потом перестало им быть Я потом спрошу ещё Пожалуйста Ну понятно, что это не Тормана Круч Это не Тормана Круч Это вообще Джон Леннон Вы слышали? Какой-то парень такой был там у них Вот Он в 72-м году песенку записал И очень долгое время Его феминистки за это очень любили Песенку распевали Потому что, так сказать, в защиту равных прав Да, вот Вроде бы такая полезная песня А потом, как-то в 90-е годы Она ушла Не только из гимна феминисток Она вообще ушла из эфира Отовсюду Вот вопрос такой Почему она ушла? В Америке началась толерантность? В Америке началась политкорректность? Или в Америке началось расовое равноправие? Вот что-то такое началось Из-за этого песня ушла и из эфира, и из гимнов Это к нам вопрос, да? Ничего себе А вы думали, тут легко? А вы спросили про, извините, ля-минор В каком тональности? В какой тональности? В Америке началось всё сразу же Я поэтому говорю У нас вопрос ведь несложный, на самом деле Поэтому надо попробовать ответить Любимая тональность какая? Ну, их несколько Люблю си-минор, до-дес-минор тоже О, отлично Си-минор очень красиво Вы черна? Да Добрый день, слушайте Добрый день Здравствуйте А как вас зовут? Меня зовут Светлана Светлана, с праздником вас С 8 марта Вот эта песенка Почему она вдруг перестала звучать? Почему перестала быть популярной? Из-за толерантности? Из-за политкорректности? Или из-за расы оран-праве? Из-за толерантности? Совершенно правильный ответ Да Если бы вы говорили другое, было бы то же самое Все три ответа правильно Я же парень очень хитрый То есть там всё Дело в том, что песня называется Женщина – это нигер всего мира Чего? Woman is the nigger of the world У нас нет такого Нигер – река в смысле? Нет, нигер – это в смысле нигер А, диггер ты или нигер? Этой песни Поэтому в 70-е годы она была очень популярна В 80-е было очень популярно А потом вот началась у них толерантность Это слово Из обращения вышло Вы совершенно правильно ответили Спасибо Что бы вы хотели получить в качестве приза За верный ответ? А скажите, а на дядюшкин сон еще остались? Да, на дядюшкин сон Есть билет После завтра Да, после завтра 17.006 плюс ограничения Ага, вот можно? Пойдете Пойдете Трубочка вам расскажет Как получить билетный аспект В Китае китайцы В Азии азиаты В Африке негры А кто они? Афроамериканцы, да В Африке нет Они афроафриканцы Афроафриканцы А в России они афророссияне Уважаемые наши гости Макс Иванов, Алексей Пяткин Вам сейчас будет предоставлена возможность Завершить нашу сегодняшнюю программу Наш разговор композиций Давайте, приглашайте На завтрашний концерт И пойте Да, спасибо За предоставленную возможность Ребятушки, девчатушки Давайте завтра встречаться в Гауди Дверь откроется в 18.30 И будем сжечь И эту песню, конечно же Мы тоже завтра споем Надеюсь, с вами вместе Последняя дверь Второго вагона Как страшно В метро Не встретит тебя Осталась минута До нового года Нового дня Отсчет идет С момента встречи Ведь больше ничего Не лечит Больше ничего Не важно Для меня Через минуту Ты уйдешь И в переходах Растворишься По Невскому Гуляет дождь По Невскому Гуляет дождь И все Пока Целую Снишься От этих правил Я болею Кругом Голова Кто так Придумал Все Кругом И кругом Твоего Общения Я не Принят Ты права Но В тысячу Раз Важней Мы Приняты Друг Другом Через минуту Ты уйдешь И в переходах Растворишься По Невскому Гуляет Дождь По Невскому Гуляет Дождь Дизика И Химия Происходят Между нами Только солнце Ниже Вечер Ближе Время Пролетело Быстрые Птицы Над Волнами Я Лечу Фанерой Над Парижем Через минуту Ты уйдешь И в переходах Растворишься По Невскому Гуляет Дождь По Невскому Гуляет Дождь И все Через минуту Ты уйдешь И в переходах Растворишься По Невскому Гуляет Дождь По Питеру Рыдает Дождь Я погуляю Вместе С ним Пока Спасибо С праздником Еще раз Допоем Завтра В Гауди Всем удачи И радости Пока Культпоход Продолжение следует